Обычно врачи против всякой заразы, но не в этот раз. Праздничным настроением заражались все, кто пришел в этот день в школу искусств. Тем более, что создавалось оно уже в фойе. Ростовые куклы в виде Айболита и его незаменимой помощницы, обезьянки Чичи, были не прочь сфотографироваться со всеми желающими. Несмотря на то, что в фойе регистрировали тех, кого будут награждать на праздники, как выяснилось совсем скоро, для многих медиков награды стали приятным сюрпризом. Один из них озвучил глава Ленинского района. Накануне Дня медицинского работника мы выделили из специализированного муниципального жилого фонда 15 квартир для медицинских работников. Это немаленькое достижение, поверьте, по сравнению с другими муниципалитетами, эта цифра очень внушительная. Мы на этом не останавливаемся. У нас еще будут поступления в муниципальную казну жилого фонда. Увы, редко на этих лицах можно увидеть счастливые улыбки. Ведь очень часто врачам больше, чем кому-либо, приходится иметь дело с людским несчастьем и тратить, в том числе, и свои душевные силы на помощь больным. Но сегодня их праздник, и они с удовольствием принимают поздравления. А официальные гости делятся планами по улучшению условий труда медиков. Сейчас в Подмосковье реализуется большая программа здравоохранения Подмосковья. И в ее рамках 370 объектов здравоохранения во всей Московской области будут отремонтированы. В том числе и в Ленинском районе. Традиционно в этот день награждения и обращения официальных лиц сменялись эстрадными номерами, подготовленными творческими коллективами Ленинского района. В своем приветственном слове глава муниципалитета Олег Хромов поблагодарил медицинских работников за их самоотверженную работу на благо людей и особо отметил вклад тех, кто долгие годы занимается таким благородным делом, как медицина. Я рад приветствовать и отдельно хотел бы выразить слова благодарности ветеранам отрасли, которые присутствуют в этом зале, которые передают свои знания, и можно сказать, из поколения в поколение, ведь в медицине у нас огромное количество династий на территории нашего района. В ходе праздника десятки врачей, медсестер, научных работников и сотрудников вспомогательных служб получали награды и ценные подарки, которые стали определенным знаком признания их работы. Но, конечно, самым трогательным стало вручение ключей от новеньких квартир. Многие из работников медицины, увы, не имеют собственного жилья. И, как выяснилось, этот подарок от администрации для многих стал довольно неожиданным. Это было сюрпризом. Я вообще не была готова к этому, честно. Я живу в общежитии вообще там, вот, и живу уже 14 лет, и мне вот повезло просто. Конечно, везение тут ни при чем. Наверное, вручать ключи работникам медицинской отрасли – одна из самых замечательных традиций в Ленинском районе. Всегда приятно, когда твой труд оценивают по достоинству. Но все же идут в эту профессию не за наградами. На вопрос, что в их деле самое замечательное, наверное, многие врачи ответили бы так же, как заведующий глазным отделением Витбургской ЦРКБ Петр Башкинский. Сторона положительная – это врачи, как то, что он видит после операции. Это самые положительные стороны, когда бабушка слепая говорит, что я вижу. Это замечательно. Праздник у врачей только в воскресенье, 18 июня. Но стоит думать, они уже сейчас получили заряд хорошего настроения. Максим Козлов, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.